Какой-то комик из Киева будет учить нас, что и как нам нужно делать. Поэтому самые жесткие решительные меры и навести порядок на всем Южном Кавказе. Тогда будет победа русских там, чтобы снова русский флаг был и над Тбилиси, и над Киевом. Иначе там будут профашистские режимы. Привет, я Роман Цыблюк, корреспондент Униану Москве. После сегодняшнего видео украиноботов в нашей стране станет больше. И дело тут, конечно, не в фамилии президента. Потому что мы, граждане Украины, можем критиковать, ругать и даже не избирать кого-то из украинских политиков, а кого-то наоборот наделять властными полномочиями. Но когда батон или целую булку крошат на главу украинского государства и на Роцы, представители других стран и тем более страны-агрессора, то хочешь, не хочешь, хочется нашего защитить. Вот совсем недавно Владимир Зеленский выступил с инициативой, что нужно люстрировать чиновников времен Порошенко. Идея интересная, может она кому-то понравилась, кому-то нет. Но вот лично мне кажется, что не там он ищет себе врагов. Дело в том, что главная угроза, по моему глубокому убеждению, и с точки зрения рейтинга, и с точки зрения внутренней политики, и с точки зрения выборов в Верховную Раду, нет, это не Порошенко и не Европейская Солидарность. Совсем другие ребята, кто голосовал за Зеленского во втором туре. Во многом юго-восток. И эти голоса сейчас очень и очень хочет получить кум Путина. Я уже говорил, включена самая тяжелая артиллерия, чтобы Медведчук Виктор Владимирович был везде. И вот на днях он приехал снова в Москву, и они встречались с российскими депутатами и лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Сегодня встреча в достаточно необычном формате, поскольку она проходит в здании партии «Единая Россия», она вносит партийный характер. Вы чувствуете, рождается новый альянс. Ядро России или «Единая Россия» будут углублять партнерство с оппозиционной платформой «За Життя». Практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями «Свердл». Мы считаем, что это неправильно, и всячески поддерживаем намерения оппозиционной платформы за Жизнь этот диалог восстановить. Он полезен. Скажу сразу же, мы имеем партнерские отношения с большим количеством партий, это в том числе и правящие партии. Не знаю, получится ли у вас достигнуть такого результата, как у «Единая Россия», но мы желаем вам успехов на выборах, включая возможность формировать правящую коалицию. Так, на секундочку, «Единая Россия» в Госдуме имеет конституционное большинство, а все вот эти Жириновские, Зюгановы – это так, для мебели. Фактически Медведев и Путин могут менять конституцию, принимать любое решение. А с учетом того, что Нижняя Палата работает и принимает решение безотказно, как автомат, то, конечно, многие будут завидовать в Украине вот такому результату. Но самое главное, сказал Медведев что? Что он благословляет Медведчика и оппозиционную платформу идти во власть, создавать коалицию. Кстати, Зеленский, интересно, об этом знает? Мы готовы на любые темы, с учетом того, что действительно в последнее время был дефицит общения. Правда, у нас была, как мне представляется, весьма продуктивная встреча, когда приезжал Юрий Анатольевич Бойко и Игорь Владимирович Медведчук. В период президентской кампании, мне кажется, мы обсудили темы, которые важны и для России, и для Украины, для огромного количества людей, включая восстановление нормального экономического сотрудничества, полноценного гуманитарного диалога и решение целого ряда насущных задач. На первый взгляд кажется, что ребята прилетели из космоса или с какой-то другой далекой планеты, потому что все делают вид за этим столом, что ничего, собственно говоря, не произошло и не происходит на линии соприкосновения здесь и сейчас. Я уж не говорю о таких важнейших темах, как мир и решение тех проблем, которые в настоящий момент существуют в вашей стране. Дмитрий Анатольевич, несмотря на загадочный вид, дает понять, что ключи от мира именно в Москве. Ну, согласитесь, странно. Если у нас уж такая страшная гражданская война, то что тут вопрос обсуждать на территории Российской Федерации и в российской столице? Ну, нет, никого это не удивляет. А почему? Потому что таково положение дел. К сожалению, несмотря на проведение выборов президента, мы пока не получили каких-либо внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент. Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную Раду. Надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяние миллионов граждан Украины. Еще раз хотел бы сказать, что мы, как люди, которые симпатизируют тем идеям, которые озвучивают за оппозиционной платформой, за жизнь, желаем вам в этом плане максимальных успехов. Зеленский уже успел первый раз по телефону поговорить с Путиным. Понятно, что обсуждали вопросы войны и мира, вопросы обмена удерживаемыми лицами, ну, то есть военнопленными, и планы о том, чтобы пообсуждать все это в нормандском формате. Но что мы видим? Не нравится Медведеву наш новый президент? Ох, как не нравится! И как он говорит? Он считает, что новая Рада будет лучше отображать интересы миллионов граждан Украины. Но проблема в том, что если, очевидно, Медведчук и компания не получат большинства, они его, слава богу, не получат, это что-то, да, тогда украинский народ рискует снова не оправдать высоких ожиданий со стороны Кремля. Не лучше ли нам как раз ударить по тем, кто правит? Смотрите, Медведев принимает Бойко и Медведчука. А кому он дает первому слово? Правильно, главному Виктору Владимировичу. Я попрошу вас в начальстве. К сожалению, контакты и межпартийные, и самое главное, межпарламентские, потому что сегодня мы говорим не просто о межпартийном сотрудничестве, мы говорим о межпарламентском. В этой схеме прекрасных взаимоотношений оппозиционной платформы и Единой России есть только один изъян. Дело в том, что после аннексии Крыма Единая Россия фактически проводит выборы на оккупированной украинской территории. И вот сейчас представители этой партии, кстати, очень удивительно, почему их не пригласили на это мероприятие, так сказать, чтобы подчеркнуть всю глубину взаимного засоса. Так вот, представителей этой партии Единой России от Крыма никто не признает. Вот интересно, как будет действовать оппозиционная платформа, раз они теперь лепши друзей. Естественно, является проблемой и вопрос мирного регулирования. Почему это важная проблема? Потому что по всем социологическим исследованиям около 80% граждан нашей страны считают о том, что мир, прекращение боевых действий на востоке страны является главной и самой актуальной задачей и проблемой. Кстати, я тоже так считаю. Однако, перед тем, как приступить к обсуждению этой темы детально, нужно выслушать всех членов, всех депутатов Единой России. Дело в том, что они говорят очень интересные вещи. Почему-то не говорят это на этой встрече, а с трибуны Госдумы без проблем. Потому что только благодаря нашей стране, и Владимир Вольфович тоже об этом говорил, но это, собственно говоря, и все знают, только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти вот два злобных инвалида без части своих территорий, несостоявшиеся государства Украина и Грузия. Виктор Медведчук постоянно подчеркивает, что Россия никакой не агрессор, что это самая мирная и самая дружная страна и самая выгодная с точки зрения экономического сотрудничества. Кстати, с последним я не спорю. Однако, осознает ли он, что вот эти товарищи, с которыми он так ласково ведет беседы, переговоры, что они сделали его страну инвалидом? Товарищ из Госдумы, вице-спикер от Единой России, прямо говорит, что именно Россия сделала так, что Украина лишилась части своих территорий. Но почему-то в оппозиционной платформе стараются этого не замечать. Кстати, Бойко мог бы как-то возразить. Вообще-то он родился на территориях, которые сейчас оккупированы. И поехать туда, мне кажется, едва ли может. Просто говоря, это было во главе угла и президентской кампании, и люди, которые проголосовали за действующего президента господина Зеленского, верили в то, что этот мир состоится, причем состоится в ближайшее время после избрания. Это во главе угла стоит сегодня, поверьте нам, и парламентской кампании. Потому что страна устала от боевых действий, страна устала от той агрессии, которая сегодня навязывалась раньше господином Порошенко, который избрал в качестве государственной политики фактически национальные идеи. Так он хотел, чтобы эта идея была возведена в этот ранг, это антироссийская истерия. Я понимаю, что у нас принято все навалить на попередников. Конечно, Порошенко вряд ли можно назвать идеальным президентом, хотя лично я говорил об этом, что скорее всего проголосовал бы за него, чем за какого-то другого, но это уже не важно, поскольку избирательная кампания завершилась, и Петра Алексеевича можно во многом упрекать. Однако, давайте-ка разберемся, это что, Порошенко отправил танки в Ростовскую область, или все-таки Путин в Донецкую и Луганскую? И давайте-ка опять-таки вспомним, 14-й год, чем они здесь бредили? Новороссий, Харьков наш, Одесса наш, Киев, нас, кстати, Жириновский до сих пор бредит. И в той ситуации, по сути, у нас не было выбора, кроме как обороняться. А сейчас эти товарищи рассказывают о партии войны. Я так понимаю, это они приехали к голубям мира. К сожалению, сегодня мы не отошли от этих позиций, и хотя нет таких острых критических соображений на эту тему, но, как правильно было уже замечено, что господин Зеленский не спешит в вопросах мира, он не спешит в вопросах восстановления прямых отношений как с Донецким и Луганским, с целью мирного урегулирования, так и с Российской Федерацией. Да, Зеленский с миром не спешит, согласно оппозиционной платформе, а они, так сказать, подталкивают к этому процессу. Но дело в том, что когда они говорят о прямых переговорах с гауляйтерами Донбасса, то возникает вопрос, а вы уверены, что вы за Минкс-2 агитируете? Вообще-то переговоры с этими ребятами ведутся в Минске, но пока ни к чему они не привели. А если мы будем с ними разговаривать еще где-то, то придет это только к одному, что весь мир посмотрит. А, раз у вас гражданская война, дурочки, то давайте снимем с России санкции. Кстати, возможно, так оно и произойдет. Да, мир это не для слабаков. Слабых уничтожают, давят, душат и живут за их счет. Знаете, недавно был показ премьерного фильма, известного в мире продюсера Оливера Стоуна. В одном из интервью после этого премьерного показа он высказал твою точку зрения по поводу того, что он исследует ситуацию в Украине давно. Как вы помните, он снял фильм «Украина в огне», а сейчас фильм, который был снят им и который будет показан скоро и в Украине, и в России, называется «Нерассказанная история». Так вот, в интервью по постфактуму он сказал о том, что мы анализировали ситуацию, связанную с Украиной. И вот когда Украина была в близких, в сближенных, дословный перевод звучит примерно так, в сближенных отношениях с Украиной ей было намного лучше, чем тогда, когда она сблизилась с Европой и отошла от России. Оливер Стоун, это карманный режиссер Владимира Путина с «Оскаром». Он снимает о нем фильмы. Ему, Владимир Владимирович, показывают различные мультики. И, знаете, можно по-разному относиться к таким вот высказываниям, кому где и с кем лучше. Единственная проблема в том, что после 2014 года, я об этом уже вспоминал, то в России почему-то решили, что государства Украины нет, и нашу страну можно разорвать на части. А так, в принципе, все хорошо. И ребята почему-то не хотят понять, а почему же в Украине с этим не согласились. Но вот этот новый фильм, кстати, в этом фильме Владимир Владимирович опять, спустя много лет, давно он этого не говорил, говорит об интеграционных процессах Украины и России. Да-да, раньше была вот эта в 13-м году песня про таможенный союз и так далее, и так далее. Так вот, вот этот фильм Оливера Стоуна, знаете, когда его покажут в России? Правильно, 19 июля. В главных ролях Путин и Медведчук. Смотрите российское телевидение, и если вы гражданин Украины, голосуйте, естественно, за Медведчука. Логика здесь железная. Согласитесь, ву, на ребят в Москве, на ресурсы очень и очень. Это можно уважать. Даже в Голливуде заказывают вот такие фильмы. Люди и граждане Украины должны определиться, исходя из своих интересов, что им лучше, и как им лучше жить в будущем. И здесь очень показательным является также высказывание господина Путина, президента Российской Федерации, который в этом фильме дает интервью, господину Стоуну, который заметил по поводу того, что сближение России с Украиной неизбежно. Интересно, в этих своих мечтах и планах они предполагают сохранение украинского независимого государства? Или все должно быть по-братски? Ну, то есть, общее, то есть, чтобы у нас было ноль. Ну, то есть, zero. Моя однопартийцы согласны с тем, что такое сближение обязательно должно произойти. И вот для того, чтобы оно произошло, наша партия, в том числе и сейчас, во время подготовки к парламентскому выбору, в том числе и ставя стратегическую задачу победить на этих выборах, прийти в парламент, создать достойную фракцию, которая могла оставить эти принципы, исходит из того, что мир должен прийти в Украину. И мир может прийти в результате диалога, в результате прямого переговора. И вот та форма общения, которая сегодня избрана, как с одной, так и с другой стороны, это действительно одно из звеньев такого диалога. Хорошо говорят правильные вещи. Но я думаю, что мы должны слушать всех депутатов от Единой России. Мы же говорим о мире, о восстановлении территориальной целостности Украины, о том, когда Украина вернется на Донбасс, а Донбасс вернется в Украину. Ведь так? Да, они такие. И они будут этой злобой полыхать долгое время, пока не поймут, что никогда эти территории к ним не вернутся. А для людей, которые на этих территориях живут, это абсолютно очевидно. Давайте и мы тоже это признаем. И если украинским политикам только предстоит извиняться за пять лет бесчинства на Украине, то грузинские должны это сделать немедленно и официально. 70% граждан Украины считает, что господин Зеленский, как новый избранный президент, должен вступить в прямой диалог с господином Путиным, президентом Российской Федерации, по вопросу мирного регулирования. Господин Зеленский должен вступить в прямой диалог с руководителями Донецка и Луганска. За это сегодня высказывается 54,9%. Нормально отформатировали мозги нашим согражданам, которые считают, что прямым диалогом можно решить проблему. Нет, наверное, можно добиться полного прекращения боевых действий и перевода вот этой вот фазы в такой преднестровский вариант, что территория никогда не возвращается, там хозяйничают россияне и так далее, и так далее. Но вот по поводу прямого диалога Зеленского с Путиным. Владимир Александрович давно об этом говорит, но только сейчас ему удалось провести телефонный разговор с Путиным. А какие условия встречи Путина и Зеленского ставят россияне? Правильно. Опять же, вот этот прямой диалог с гауляйтерами. Ну, собственно говоря, позиция Кремля и Медведчука, знаете, я вообще-то вообще не вижу, где они отличаются. В чем проблема того, что фактически там второй месяц пошел президентство господина Зеленского, и кроме популистских заявлений и ничего не значащих высказываний, это политика, политика диалога, политика взаимоотношений, политика того, чтобы разобраться и вернуть сегодня Донбасс в Украину, Украину на Донбасс, для того, чтобы объяснить людям и дать возможность людям, во-первых, защититься, то есть гарантии защиты, предложить им то, что повлияло бы на их решение вернуться в Украину. И эти территории, чтобы перестали быть неподконтрольными со стороны Украины. Пока ответа на этот вопрос нет. Что никогда эти территории к ним не вернутся. Я вам говорю, что сейчас оппозиционная платформа будет мочить в первую очередь слугу народа, потому что именно у них можно что-то откусить на выборах. Вот я взял последние данные перед нашей встречей. С 1 января 2019 года по 8 июля с украинской стороны по официальным данным, по данным штаба операции объединенных сил погибло 44 человека. 289 ран. Сегодня в новостях с утра идет информация, что вчера было 9 человек ранено. Со стороны Донецка и Луганска погибло 98 человек. То есть это данные, которые есть в открытых источниках. Данные, которые сообщаются в СМИ. То есть люди продолжают гибнуть с двух сторон. Эти люди это граждане Украины. Понятно, что с той стороны могут воевать и граждане Украины. Но выполняют они приказы ребят из Запореврика. И это надо четко осознавать. Что мы сейчас слышим? Да, эти цифры, они шокирующие. Погибшие, раненые. Но вообще-то, если учесть, что товарищи говорят, что Зелинский ничего не делает для выборов, а именно под выборы сейчас произошла активизация на линии соприкосновений, сводки вы видите. По большому счету, вот товарищи сейчас занимаются выборами на крови. Ну, смотрите, схема проста. Вы читаете сводки, там просто полный капец. Зелинский не может. А вот мы, оппозиционная платформа, мы все устроим. Проголосуй за нас. Ну, естественно, не забудь посмотреть фильм Оливера Стоуна. Безусловно, очень важны. И еще, Дмитрий Иванович, вы абсолютно правильно заметили, о том, что у нас была встреча, это была встреча продуктивная, когда мы встретились с вами, с Алексеем Горьевичем Миллером, говорили о ценах на газ, и вы приняли решение о скидке на этот газ. Мы поднимали вопросы, которые впоследствии также были разрешены. Это частичная отмена санкций в отношении грузов, украинских грузов, которые следуют в третьи страны через территорию Российской Федерации. Это тоже было сделано буквально недавно. Указан президент Российской Федерации господина Путина 24 июня. Сейчас мы ожидаем, что, как указано в этом нормативном акте правительства, определить пункты перехода границы. Это очень важно для новых рабочих мест. Это очень важно для Украины. За это, конечно, мы скажем Виктору Владимировичу большое спасибо. Однако, не кажется ли вам странным, что какие-то уступки Кремль, Москва делают исключительно ему. Ну, то есть, как бы пытаются нам объяснить. Хотите жить в мире и согласии с Россией, обязательно проголосуйте за Медведчука. Но дело в том, что если его партия не наберет нужный процент, тогда что получается? Украинский народ окажется предателем снова и нас отправят. И вот эти вот санкции снова вернутся. Ведь по большому-то счету используется вот этот экономический кнут для того, чтобы заставить Украину правильно голосовать. Ведь сейчас они наказывают уже не правительство, они наказывают народы. Прекратить все экономические отношения с Грузией. Прекратить поставку электроэнергии. Прекратить переводы. Выявить нелегальных бизнесменов. Их огромное количество. Тех пор, пока правительство не приняло меры санкционного характера в отношении Украины, Украина и не шевелилась. Мало кто знает, что мы же прекратили, например, поставку, договорились о том, что будем прекращать туда поставку бензина, ГСМ. Быстренько обратилась Украина к нам, чтобы мы этого не делали с 1 июля. Или июня я забыл там, да? И транзит грузов мы им оставили на евразийских континентах. Евразийские, точнее, страны. Мы должны этим пользоваться активно и умело. Вот глава комитета по делам СНГ прямо говорит, что этот кнут не случайный. Его можно использовать в любой момент. А что там говорил товарищ Медведчук по поводу газа? А, они там договариваются о скидке на 25%. Непонятно, правда, кто они такие, чтобы вести такие переговоры. Но, с другой стороны, если учесть, что вышки Бойко сейчас находятся в оккупированном Крыму, и, наверное, россияне ему за это сейчас могут сказать спасибо. А, кроме этого, на переговорах фактически родственник президента Российской Федерации. Ну, почему бы с ними не поговорить на любые темы? Мы часто и поставляем газ, электроэнергию с большими скидками, в том числе и странам, которые до сих пор к нам откровенно враждебно относятся. И к нашим соотечественникам иногда враждебно относятся эти акты, тоже известны. К нашему языку враждебно относятся. А наше правительство продолжает поставлять туда, в том числе и льготно, по льготному тарифу. Где вы видели, чтобы США, например, или любая другая европейская страна поставляла газ со скидками? Нет, они охотно делают это в отношении журналистов. НКО, в отношении студентов, в отношении разных других гуманитарных акций. И мы должны делать то же самое. Это стоит нам будет гораздо дешевле. В тысячи раз, мы посчитали. В тысячи раз. А мы поставляли на Украину этот газ по этим скидкам, который оседел в карманах тех же олигархов. Они его переплавляли в металл и поставляли на Запад. Народ этого не видел. Может быть, частично с этим можно согласиться. Но часть этих олигархов сидят за этим столом и договариваются об этих скидках. Ну и кстати, вот эта скидка, она же с чем увязывается? Они говорят здесь России. Хотите возобновить газовые переговоры, газовый диалог, вы должны отказаться от решения стокгольмского арбитража. По нему, кстати, Россия должна 2,6 миллиарда долларов нам. И тогда, может быть, у вас будет скидка. Не знаю, может быть, вы верите Медведчуку или Медведеву. И вам кажется, что вот так вот ни с того ни с сего Россия изменится и начнет нас одаривать газом на шару. Но я не такой. Я недоверчивый. Я всегда вспоминаю в таких ситуациях про сыр бесплатный. Где он? А, в мышеловках. Медведчуку время от времени дарят украинских военнопленных, чтобы он с ними фотографировался и опять же рассказывал нам о том, что он может договориться с Путиным. Но я ему, кстати, лично это в глаза говорил, что плохо он работает. Смотрите, моряки сидят, Сенцов сидит, Сущенко сидит. Разговоры ведутся. Вот недавно в Кремле говорили о том, что никаких там, никакой конкретики по этому поводу нет. А занимается у нас вроде этим Виктор Медведчук. Идут годы, годы. Путин говорит, что ждет выборов. Я не знаю, ну подарил бы уже моряков Медведчуку. Посадили бы их в аэропорту Внукова, в его самолет и увезли бы домой. Классный пиар-ход. И по ходу попутно выполнили боевое решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Да, только корабли не забудьте отдать. А то, знаете как, с братьями что-то оставишь, а они потом говорят, ой, какие корабли, ничего не знаем. Или какой Крым, какой Донбасс. Ну, в общем, схем развода здесь очень и очень много. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао!